Сегодня мы продолжим разговор о хронической усталости, который посвятили один из предыдущих своих выпусков. В прошлый раз мы встретились с врачами-эндокринологом и неврологом и разобрали органические причины, приводящие к усталости. А в этот раз побеседовали с врачом-психотерапевтом о причинах психологических, которые заставляют нас сильно уставать. Иван Алексеевич, скажите, пожалуйста, почему так много людей с разным образом жизни, с разными обстоятельствами, биографией, характером, находят у себя признаки постоянной усталости, хронической усталости? Почему всем, абсолютно всем, без исключения, я бы сказала, каждому первому эта тема близка? Вопрос такой очень общий. Я думаю, в эту тему, в понимании, как бы сливаются несколько разных подтем. То есть у нас могут быть разные причины таких феноменов, которые люди сами в себе замечают, как усталость. Например, у них могут быть какие-то болезни, какие-то заболевания, то есть органические, органический уровень возникновения, когда они начинают ощущать слабость, может быть, какую-то боль или плохо высыпаются и так далее. У нас может быть нарушение образа жизни или несоответствие баланса образования энергии и ее расходов. То есть, когда человек, например, много работает, мало отдыхает или он неверно распределяет свои усилия в получении, например, удовольствия своих. Он не совсем понимает, как ему восполнить внутренний ресурс, при этом расходует его. Ну и, наверное, третий такой уровень психологический – это когда могут образовываться внутренние конфликты, которые сами по себе тоже расходуют очень много психической энергии, что также влияет на ощущение усталости. А депрессия относится из этих трех пунктов к какому? Или она вообще четвертый пункт? Ну, депрессию, да, можно рассматривать как психологический феномен или как клинический. То есть, если у нас есть определенные признаки, мы можем поставить диагноз медицинский, определить клиническую депрессию. Тогда у нас появляется основание проводить медикаментозное лечение. Но не каждая депрессия является клинической. Человек может испытывать грусть, хандру, меланхолию, горе и так далее. Это, по сути, тоже какая-то депрессия, но не та, которую можно, например, полечить лекарством. В этом плане это больше подходит под уровень разрешения внутри психологических конфликтов. Как с этим разбирается врач-психотерапевт? Что дает нам ресурс? Когда мы едим, мы получаем эту энергию через физические, через субстраты какие-то, через белки, жиры, углеводы, мы восполняем. У нас внутри появляется энергия потенциальная. Когда мы спим, мы тоже восполняем свою энергию. Когда мы получаем так называемое заработанное удовольствие, мы тоже получаем внутри эту энергию. Тратим мы ее, ну, собственно, на работу. Также мы можем потратить ее на конфликт, например, психологический. То есть, как бы необязательное событие, но они так или иначе случаются. Ну, стресс, говорят, например. Стресс тоже потратит энергию. Например, люди, когда нервничают, они, соответственно, совершенно естественным образом хотят побольше поесть. Ну, то есть, организм стремится восполнить это количество энергии. Также вот незаработанное удовольствие, оно тоже потратит ресурс. Я здесь, наверное, подробнее остановлюсь. Мы можем представить, например, что вы хотите испытать сильное острое ощущение восторга. Да? Вот какие у вас есть варианты его испытать? Надо влюбиться? Влюбиться, да. Ну, влюбиться, это надо еще как-то найти, да, вот, допустим, какой-то более простой вариант. Выберем какое-то острое ощущение, говорят, хочет кто-то испытать. Но я клоню к тому, что можно, например, прыгнуть с парашютом. Это вызовет острое ощущение восторга. Да. У кого-то, у кого-то, наверное, может быть, страх. А можно, например, посмотреть сериал, где кто-то прыгает с парашютом. И в том, и в первом, и в втором случае мы как бы его испытаем. Но в первом мы его заработаем. То есть нам нужно будет как-то решиться на это, может быть, преодолеть себя. Нам нужно сделать какие-то телодвижения, потратить свои деньги, вообще сходить на это место, где этим занимаются, влезть в этот самолет, спрыгнуть, в конце концов. И у нас как бы останется очень-очень много впечатлений более реальных. Фактически это образуется некий психологический объект. Это количество воспоминаний о происходящем. Что-то мы почувствовали кожей, что-то мы ощутили внутри психически в виде чувств. Оно остается внутри. И мы можем об этом вспомнить очень ярко, можем это воспроизвести. Мы можем об этом рассказать. Мы теперь как будто мы становимся, например, более интересным собеседником в компании. Да. Вы приходите куда-то и говорите, знаете, а я вот прыгнула с парашютом. В этом плане вы получаете внимание других людей. Это тоже ваш ресурс. Вас наполняет в этот момент вниманием, может быть, обратной связью, восторгом. Если схематично, то этот вновь образовавшийся внутренний психологический объект, он как бы в вас остается. И это плюс ресурс. И путешествия также, да? Путешествия, да. Ну, та же влюбленность тоже подходит, да, просто это более такой сложный механизм. Если же вы посмотрели сериал, где кто-то этим всем занимается, влюбляется, прыгает с парашютом, путешествует, но не делаете этого сами, то внутри этот объект, он не образуется. Вы не можете прийти в компанию к друзьям и сказать, знаете, я тут в сериале так... У меня было столько переживаний от того, как там какой-то главный герой это сделал. Ну, все скажут, ну, ладно. Никто вас слушать не будет. Получается, вы внутри источник ресурса не образовали. Вы потратили свои силы, ну, время, эмоциональные свои силы на то, чтобы испытать ее минутное удовольствие от просмотра сериала. Но внутри этого объекта не осталось. Это минус-ресурс. То есть он мог бы быть, но его нет. Это тоже тратят. То есть получается, что люди, которые живут более насыщенной жизнью, устают меньше, хотя делают больше. А у кого более скучная жизнь, больше устает. Совершенно верно, да. То есть они вроде бы будут, с одной стороны, тратить меньше энергии на что-то, но, с другой стороны, они ее не будут возвращать обратно себе. Чем больше соотношение этих реальных событий и просмотренных, прожитых, но нереальных, тем меньше в итоге будет ресурс, и, соответственно, при одинаковой нагрузке будет больше ощущения усталости. Получается, во фразе «Не было у Анны карельной коровы, есть доля правды, люди устают от безделья». Это близко к теме? Это близко к этой теме, да. Важно, чтобы это приносило удовольствие. То есть этот объект, у нас должно быть изначально желание это сделать. То есть не просто мне нужно, например, дать корову, но потому что жизнь такая тяжелая. Немножко это тоже образует реальный объект, но не такой ресурсный. Здесь важно реализовать то, что хочется. Если хочется влюбиться, ну вот нужно влюбиться. Если хочется прыгнуть с парашютом, лучше прыгать. Или если хочется какие-то переживания по поводу отношений, найти в том же сериале, ну вот как будто бы лучше все-таки было бы в жизни испытывать, а не смотреть на чужого. Можно образовывать достаточной энергии, но тратить ее туда, где она безвозвратно уходит. А это, например, куда? Ну вот на ту же корову, получается, которая как бы необходима ее делать. Но с другой стороны, где вот эта грань, где нужна ли вторая корова, что ли? Почему не хватает одной коровы на две семьи? Может быть, нужно чуть-чуть поменьше заниматься иногда. Может так случиться, можем выявить, что человек вроде бы все делает правильно, но ему настолько не нужно каких-то ресурсов для выживания. Тогда, получается, он, возможно, берет это время и свои ресурсы, но как бы тратит не там, где он мог бы, например, нарисовать что-то или позволить себе что-то сделать для удовольствия, а вот он как бы слишком много начинает работать. То есть уходит с головой в работу там, где это уже не обязательно для... Ну нет жизненной необходимости, не обязательно для удовлетворения каких-то обычных нужд. От чего зависит желание чем-то заниматься? Человек же не виноват, что он не хочет что-то делать. Скорее уже к теме тогда внутри психических конфликтов. Это вот третье. Да, то есть что именно происходит в человеке, какой у него, ну, говорят разные термины, например, сценарий внутренний, да, или какая-то у него установка, или говорят, бессознательная фантазия. Почему именно он делает это, а не это? Вот это может быть связано с каким-то внутренним конфликтом. Ну, самое простое, например, человек женится и рожает детей в какое-то время, в которое ему, ну, когда-то заложили родители. И он, если у него спрашивают, спросите, ну, а почему именно сейчас? Зачем это нужно? Он говорит, ну, как, ну, так все же делают. То есть вот как бы истинного смысла нет. Это, скорее всего, говорит вот о некотором, о некоем сценарии, или, возможно, о конфликте между своим желанием и желанием родителей. В этом бывает иногда очень полезно разобраться, чтобы не тратить энергию на чужие желания, тратить на свои. Но для этого это как раз в психотерапии подходит. То есть человек может просто уставать из-за того, что он живет, грубо говоря, не своей жизнью. Да. Чужие желания не принесут столько удовольствия, не станут настолько ресурсным внутренним объектом, как стало бы исполнение своего истинного желания. Что касается информационной загруженности. Огромное количество сообщений, звонков, чатов, большие возможности дергать человека всегда и везде. Это влияет на усталость? Да, это безусловно влияет. Именно по этой причине, например, у меня телефон без уведомлений и незнакомые номера, я могу не ответить. Но это легче всего рассмотреть с понимания, с такой понятия транзакция. То есть одна единица общения с кем-то. Ну вот, например, вы у меня спросили вопрос. Да. Я, допустим, дал один ответ. Ну, вроде бы как одна единица произошла. Каждый такой элемент, он заставляет напрягаться эмоциональную сферу человека. То есть, в общем-то, на самом деле, каждый звонок, каждый смс, каждое сообщение в чате, которое вы, посмотрев, тут же видите, ага, там еще плюс пять сообщений. Это вот пять раз вас напрягли в вашу эмоциональную сферу. И на самом деле, чтобы их обработать бесследно, вам нужно проделать некоторую психологическую работу. Не всегда осознаваемую. То есть, нам нужно подумать так. Сейчас я отвечу на это сообщение или через пять минут? Почему через пять? Может быть, через час? Вообще, кто это пишет? А должна ли я отвечать на вот это сообщение в домовом чате? Или может мне просто выключить его на сутки? И вообще ничего не изменится? Я могу не включаться в это? Или включиться? Да, иногда вы ощущаете, что у вас как бы вот, ну, надо уже, невозможно не ворваться туда. То есть вас эмоционально включили. Вас заставили работать там, где, может быть, это вообще не в ваших интересах. И получается, в современном мире вас включают, заставляют эмоционально работать намного больше, чем раньше. Это, получается, вас незаметно заставляют больше работать. Представьте, как будто бы на работе вам сказали бы, ну, в два раза быстрее все делать. Так как бы вот эта информационная загруженность мира, ну, деваться некуда, да, развитие технологий, она как бы незаметно заставила всех больше эмоционально напрягаться. Человек обычно не понимает, что... Ну, подумаешь, что сообщение на телефоне запомнило. Это же просто сообщение. Но на самом деле это не просто сообщение. Они требуют от вашей психики какой-то реакции. И тем самым вас не нагружают. Можете заметить, что если сообщений меньше, вам легче сосредоточиться на каком-то своем деле, там, не знаю, что с ребенком случилось, или что там на работе происходит. А в те дни, когда у вас там 100 сообщений откуда-то еще из каких-то чатов или звонков больше, вы как бы вот даже не можете начать думать. Вы начинаете как-то более нервно, более истерично, там, может быть, вот раздражительно относиться ко всему этому. Это признак того, что... Доказательство того, что вас на самом деле заставляет этот мир больше работать. В этом плане можно попробовать отгородиться. Меньше уведомлений. Какой-то распорядок дня. Беру телефон и проверяю его за утром, по обеду, вечером, не чаще. Новости читаю. Один раз в день, а не каждую свободную минуту, каждый час. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok